В эфире Индиго и Пермафрост, подкаст о джинсом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий, я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж денима и высоких ботинках из настоящей кожи, обо всём, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов, людей. Ты помнишь, как раньше у меня переход к новой какой-то большой теме происходил? Через длинную паузу. Ну, потому что и выбрать тему надо, и главное подготовить её. Уж, наверное, любому видно, что темы в этом подкасте требуют некоторых исследований, скажем так, мягко. В общем, всё это занимает время, и всё это время новых эпизодов не выходит. Я решил, что такие паузы плохи для всех. И для тебя, и для меня. Ты забываешь, о чём тут вообще речь, заполняешь своё время другими подкастами, или не подкастами вовсе. Я выхожу из регулярного графика, растренировываюсь и тяну с новой темой дольше, чем мог бы. Потому что снова нужно волевое усилие. Оторваться от каких-то других дел, да или хоть от безделий. Сам понимаешь, в работе есть какие-то внешние обязательства. Договор, деньги в конце концов. А тут творчество для удовольствия. Хочу делаю, не хочу, не делаю. Короче, только регулярность может создать каркас борьбы с прокрастинацией и ленью. Ну, ещё деньги могли бы. Знаешь про Patreon? Такой сервис, где можно поддерживать нравящиеся тебе проекты скромными донатами по цене чашки кофе. Я тоже завёл там аккаунт. Уже, наверное, год назад. Но никому об этом не рассказывал. И сейчас не расскажу. Коварный план, да? В общем, к чему веду? Пока тема нового цикла не определена, а я по-прежнему призываю накидывать идеи тем, которые тебе интересны, я решил делать короткие выпуски, никакой общей темой не объединённые, без ресёча и без историй. Так, малые новости моей жизни, связанные с темой подкаста. Уж насколько это будет тебе интересно, пока не знаю. Когда слушаешь этот эпизод, брось мне пару строчек в комментах на кастбоксе. Ну, или в телегу напиши, как оно вообще. Так что же за новости такие, что привели к названию этого эпизода? Сейчас всё расскажу. Речь пойдёт про всем известный магазин и всем известные бренды. И они всем не нравятся, и мне не хочется им ничем повредить. У меня ж необычный подкаст. Я забесплатно называю десятки брендов и решил также бесплатно не называть авторов косяков. Ну, потому что у всех случаются ошибки. А лояльность – это именно готовность прощать ошибки. И если мне кажется, что деятельность бренда нацелена на то, чтобы сделать продукт, который доставит мне радость, то я ему лоялен. При том, что в моей жизни, как у всех нас, есть компании и бренды, по поведению которых я вижу, что интересен им лишь как объект выдаивания из меня денег. Они, к своему великому сожалению, вынуждены, понимаешь, производить какие-то товары или услуги в обмен на мои деньги. Но, в принципе, они были бы рады просто получать от меня деньги и без этих условностей. И когда их маркетологи на зарплате, точно так же без любви к своему работодателю, пытаются изобразить заботу обо мне, я им не верю. Не верю ни на йоту. Ну да, и она в этом списке тоже. Так вот, им я не лоялен. И им я не прощу и 59 рублей, списанных просто так в расчете на мою невнимательность. Да, но речь не о них, а о любимых, которые живые и, значит, не идеальны. Так вот, еще весной в одном из основных наших интернет-магазинов была распродажа. Как я раньше тебе рассказывал, а если ты не помнишь, то послушай финальный эпизод первого сезона, я стараюсь заранее выбрать вещь и покупать ее во время акций со снижением цены. Вот ровно так я и сделал. Но покупочки в посылочке идут сейчас из далеких стран долго. В моем случае это заняло ровно 100 дней. СТО ДНЕЙ. У Наполеона были 100 дней, и вот у посылки моей тоже были 100 дней. Это, конечно, очень способствует выработке буддистского взгляда на жизнь, как вечное вращение в колесе Сансары. СТО ДНЕЙ. СТО ДНЕЙ. СТО ДНЕЙ. СТО ДНЕЙ. Когда я уже совсем перестал страдать и тревожиться по поводу, где же наконец мои джинсики, посылка все же пришла. Ну, тебе наверняка тоже нравится этот момент в интернет-торговле, когда заказанная вещичка наконец до тебя добралась, ты вскрываешь упаковку, торопишься примерить, чтобы понять, все ли вообще хорошо. Я быстро прошел все эти эмоциональные стадии и обнаружил, что бейкер-пенс просто испорченные, а джинсы отвратно сели по фигуре. Ммм, обломись. Очень неприятное чувство. Но стодневное ожидание уже сделало меня буддистом, и я не волнуюсь уже почти ни о чем, ну уж точно не о джинсах. Бейкер-пенс – это прямые родственники куртки М-65. Брюки из этого же комплекта униформы. Ну, только ты не подумай, что я совсем уж на милитаре перешел. Вовсе нет, это была реплика, но совсем не в военном, в таком бежевом цвете. Хотя ткани, фасон правильный, все так, да. Но не о них речь. Если интересно, скажи в комментах, я могу чуть подробнее про эти штаны потом рассказать. Что значит испорченные? Ну, вот как они были когда-то сложенные, так и лежали на складе. Видимо, неудачно у окна. В общем, выгорел цвет на местах сгиба. И производитель их перед отправкой в магазин не глянул, и магазин не развернул. Взяли с полки и отправили в направление вечной мерзлоты. А с джинсами оказалось и того хуже. Главный вопрос, который мне задают практически 100% людей, заинтересовавшихся моими рассказами про японские джинсы, такой. Как же можно покупать вещи без примерки? Суть этого вопроса вообще не в этом. Потому что на самом деле они хотят спросить другое. Как же можно покупать такие дорогие вещи без примерки? Да, именно так. Никого не смущает покупка футболки в интернет-магазине Uniqlo. А именно там надо покупать хорошие тишортки, замечу я тебе. Да, ну, потому что если даже она не подошла, то это 1000 рублей, и не страшно. А еще удобнее какой-нибудь Wildberries и Ижи с ним, где сначала померил, потом выкупил. А тут и померить нельзя, и цена вопроса обычно баксов 200-300, что уж совсем не подходит под определение, ну и ладно. Даже для человека с доходом 3000 в месяц это ж не просто 10%, а на какую-то одну необязательную шмотку 10%. Что уж говорить о тех ситуациях, когда это не 10% дохода, а 40 или 50. И мой ответ на эти справедливые опасения всегда был такой. Не бойся, надо просто тщательно измерить те джинсы, ну или рубашки, куртки, неважно, которые тебе подходят, и сравнить эти мерки на покупаемые вещи. Фигня, piece of cake. Вот скажи, ты меня считаешь экспертом? Знающим человеком. Спасибо, многие тоже утвердительно кивнули. Так получается, потому что я рассказываю о каких-то неизвестных и трудно находимых фактах о редких вещах. Или о каких-то исторических обстоятельствах, лежащих сильно в стороне от школьной программы по истории. Но, друг мой, эти истории совсем не делают меня экспертом непосредственно в тех вещах, о которых идет речь. Если их не подержать в руках и самому не поносить. Так что о том, чего у меня нет, я могу судить только умозрительно. А джинсов, купленных через интернет, у меня немного. Ты ж помнишь про гардероб из минимально необходимого количества предметов, которые сочетаются друг с другом и со временем становятся только лучше? Я подробнее эту мысль излагал все в том же финале первого сезона. Пожалуй, ссылку в шоу-ноутс надо все-таки приложить. Ну так вот, тщательнее надо, тщательнее, как говорил Жванецкий. Лучше надо смотреть на все мерки, не только на пояс. Посмотрев на себя в зеркале в этих новых джинсах, пошел я и переизмерил и их, и те, что у меня есть, разных фасонов. Чтобы лучше усвоить, чему во внешнем виде приводит значение конкретных мерок. И райзов, и переднего, и заднего, и ширины бедра. При этом не хотелось бы тебя испугать и отвадить от экспериментов с дистанционной торговлей. Все равно иных вариантов почти нет. Те немногие оффлайновые магазины, что есть в Москве и Питере, ну не могут же содержать в себе весь ассортимент. И с неизбежностью имеют цены существенно выше. Ну и не все же в столицах обретаются. Так что риски остаются. Но чем ты рискуешь? Ко всеобщему, счастью, речь вовсе не идет о вышеназванных суммах денег. Ты рискуешь лишь временем, когда деньги ты уже отдал, а удовольствия еще не получил. С точки зрения денег ты все равно решил расстаться с этой суммой в тот момент, когда платил. И второй раз ты их не потеряешь. Но вот то, что взамен ничего не получил, вот это-то и неприятно. То есть риск, он такой психологический. Но к этому моменту я уже натренирован, и мне это не доставляет страданий. То есть я просто отправил обе пары обратно. Одну заменить, а за вторую вернуть деньги. Я лоялен магазину, потому что он лоялен мне. Отправить посылку за границу стало совсем просто. На сайте Почты России все онлайн заполняешь, распечатываешь. Опять же онлайн оплачиваешь и просто заносишь свой пакет в любое отделение и сдаешь. Красота. Теперь самое сложное осталось. Гораздо внимательнее, глядя на размеры. Выбрать какую-то другую марку и модель. И чтобы размер подходил, и чтобы в наличии была. И успеть до черной пятницы. А потом... А потом снова подождать, когда доплывет. Да и куда, в общем-то, торопиться. На этом буду прощаться. Жду твоих идей по теме нового сезона. Ты же помнишь? Indigo and Permafrost в одно слово. Собака.gmail.com С тем же именем в Инстаграм и Телеграм. Или в Кастбоксе. Можно оставить комментарий, я все читаю. Подписывайся на Инстаграм подкаста. Там картинки. Заглядывай в шоу Ноутс эпизода. Там ссылки. А в Apple подкастах твои звездочки и отзывы. В Яндекс.Музыке сердечки. А в Кастбоксе подписки и лайки. Ну и чтобы не пропустить начало, собственно, содержательного нового сезона. Обязательно где-нибудь доподпишись. С тобой был Дмитрий с рассказом о подежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту. Но каждый может зажечь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok